Всем привет! Меня слышно нормально? Да. Отлично. Меня зовут Павел Никитин. Я изначально был Android Developer. Работаю всегда последние четыре года. Два года назад мы придумали стартап, который заходил в Украине. На ваши вопросы могу рассказать и потом ответить много вопросов, которые задали предыдущему спикеру. Но мы не расстроились. Мы сделали взрослую компанию после этого. Наш стартап дал нам просто название, но будет немножечко позже. Немножечко уточню. Смотрите, я буду рассказывать о нативных приложениях с точки зрения Android и iOS. Я так понимаю, здесь разработчики разного направления. Давайте, вот, мобильщики. Кто мобильщики? Отлично. Но не переживайте, года здесь совсем не будет. Так как iOS используется ради фана, поэтому презентация будет такая. Фан. Я поделюсь каким-то своим опытом и своим экспириенсом в плане как разработчика, там, продактов, да, и стартап. Но все равно по большей мере мы будем говорить о реале. Презентация, надеюсь, будет недолгая, но веселая. Вот, будет всего 4 топика, немножечко об истории, чуть-чуть больше о контенте, чуть-чуть о разработке, так как, в принципе, смысла большого не вижу. Вот, и в конце расскажу о своем опыте запуска приложений. Ну, там, фейлы какие-то, погабы, либо наоборот успехи. Вот, итак, начнем. Как говорил, к VR я достучался, он ко мне достучался случайно, там, попросили где-то пофилансить, и там был прикольный проект, такой VR. Я ж, конечно, сразу первая мысль. Ну, это, кстати, тест на возрасте, я думаю, сейчас проверим. Я думаю, класс. Все, вот VR, это вот у меня представление, да, там, матрица. Все мы уходим. Вот. Ну, и как-то начал копать в эту тему. Вот. И сразу, да, вот уже современный, мы не будем вспоминать 1800, какой-то там год. Мы вспоминаем современный VR. Начался, в принципе, с 12-го года, когда появились Oculus Rift. Вот. Вот. Опять же, ничего там военного не было. Их немножко позже скопировали HTC. Принцип там абсолютно эпичен. Линза, да, вот и картинка, контент, вот немножечко закругленный, дальше вы увидите. Я помню, на этот момент девайсы стоили где-то по 300-400 долларов. После чего в 2014 году, вот когда мы начали Google, на Айо представил Cardboard этот за 5 баксов, который, по сути, является тем же Rift. Ну, вот, по расположению там вот всего остального. Сам принцип одинаковый абсолютно во всех вот шлемах. Дальше немножечко разработали вот iDream-систему, которая сейчас очень там пиарится. В принципе, из VR, не считая игровых движков там на PlayStation, а на PC. Ну, скажем, единственная живая, которая работает. Система на мобильный, мобильный VR. Вот. Дальше, немножечко новенького. Это уже идёт микс в реалите, когда VR, да, там, с iVision, по-моему. Ну, я туда уже сильно не залазил. Это, опять же, десктурное решение. И последняя, вот, самая свежая, это Standalone Devices. Ну, самый первый тоже в продаже есть Lenovo, который работает без телефона, уже там полностью включил. И Dream уже прямо в нём. Ну, цена, опять же, 400 баксов. По-моему, дешевле купить Nexus и карборды. Вот. И, как я говорил, самая фишка была в линзах и в контенте. Вот, то есть, слегка закруглённые края каждого экрана плюс линза создавали эффект, как это, человеческого зрения. То есть, с комбинированием такой вот картинки и линзы, человек чувствует, что он находится внутри картинки. То есть, создаётся эффект, как будто мы смотрим на настоящую реальность, а не просто там поделить по баллам каждый глаз. Вот. Когда я немножко подобался, я думал, блин, класс. Всё, я буду создавать такие классные приложения. Там, первый запуск был, как раз там, Book and Swift, мы где-то нашли. Я думал, класс. Всё. Чувствую себя точно так же. Вот. Но выглядело это примерно вот так. В принципе, как и первый VR, который был в наших всех торговых центрах. Ну, в принципе, VR и остаётся, это только факт. Интерпрайзы здесь, как вот, AR, а в принципе, VR тоже больше, чем VR. Но, тем не менее, факт остается факт, особенно в нашей стране и в нашей реальности. Вот. Но, после того, как у меня был проект, я о нём позже расскажу, было бы просто. Надо было сделать классный видосик, в который типа эффект погружения. И мне было интересно, вот как создаётся контент. И, в принципе, сейчас мы о контенте поговорим более подробно. Потому что, погружаясь в контент, я для себя купил очень много странных вещей. И непонятно, кто уже это был. Мы знаем их. Дальше мы сами создавали контент для своих приложений. Всё очень просто. Должна быть вот эквидистантная развертка. Вот. Примерно два к одному должна быть картинка. То есть, мы видим 12K, а вот в самом идеальном кейсе должно быть три развертки по областям 20 градусов. Это вот картинка, а именно изображение. В принципе, то, что было в первых областях, это вот была просто картинка, да? Вот. Смотрели, я помню, этот. В «Американские горки», да? Вот. Было там фигачено. Просто много таких вот 3D штук. У нас даже в Гипре компания разрабатывает и тоже делала именно контент-видео. Вот. И мне стало интересно, чем это снимается. Начал искать девайсы, как же получить это всё. И копали-копали. Мы нашли очень много девайсов на тот момент, когда мы начинали. Достало 8 денег. Вот. Первые были вот такие девайсы. По-моему, он стоил там около двух. Дальше. Модификация 360 там. Гоу-про. Вот разные вторые модификации. По-моему, это был девайс от Nokia. А вот это, наверное, девайс от Facebook. Но, на самом деле, качественно делаются вот эти вот приставки. Каждая приставка стоит порядка 800 долларов. Это только вот сама форма, да? Которую надо ещё заполнить в Гупро, которая стоит там по 12 тысяч. Ну, поэтому просто положите себе в карман вот такую штуку и прийти здесь с вами поснимать. Это было очень дорого. Но, тем не менее, вот, чтобы получить хорошее задвижение, можно было использовать вот только такие девайсы. Но, видео это не самое сложное. В принципе, мы потом с этим столкнулись, когда дыряли немножечко глубже и самое... А, кстати, по разрешению, да? Видите, да? Да, чем отличается и пикселизация. То есть, что лучше? Последняя форма на тот момент сказала про общерки с полом тысячи. Сама вот до этого всего. Мы как-то посчитали, думали, ну, капец, это как бы нереально. А студии были. Причём, Бен вот 360 картинку я видел, как делали просто цифровая камера. До сих пор есть у нас такой сервис, по-моему, PanamU называть. Не знаю, слышали или не слышали, но... Они делают 360 фотографий заведений. Вот они просто приходят с цифровой камерой, со штативом там вымеряют, делают фотографии. Потом дизайнеры сидят, просто делают как панораму. Но... Как бы если фотка, это окно, видео вот таким не снимите. Видео нужно вот такое. В принципе, в Голливуде, да, там есть какие-то клипы снимали. По-моему, на Ютубе первые клипы были вот первым наборчиком сняты. И не только это. Дальше вы увидите в сайте. В принципе, кого-то интересно, на Ютубе вы можете прогуглить. Самое интересное, это было аудио. Я об этом никогда не задумывался. Тем более, когда нам уже контент выдавали, когда вы его смотрели, оно реально клево работало. Но в процессе разработки приложений и уже создания контента мы столкнулись с таким понятием, как миноруальное аудио. Кто-нибудь услышал такое? Отлично, два человека. Вы знаете, зачем нам нужны уши? И как они работают? Ну, у человека все просто, да, вот. Это фишка звука, которая должна звучать по-разному, когда мы находимся в различных положениях звука. Да, вот. Поворачиваемся. И когда мы создаем контент, даже тот же видео, надо об этом учесть. Потому что чаще всего, помимо того, что его склеить хорошо, надо еще работать со звуком. Потому что вот здесь вот тот принцип, зачем нам нужны уши, и так они работают. То есть не просто дырочки, да, если у нас были просто дырочки, и вы слушали, ну, это круто. Но здесь все оказывается намного сложнее. И чтобы получить такой эффект, ну, я покажу немножко дальше девайс, а то сейчас будет много кейсов, какие моменты надо изучать. То есть окружение над звуком, расстояние от источника звука, отражение, да, вот, как этот звук идет в помещении, в открытом. Если есть билет, строя какое-то, ну, это инструмент, если кто-то хочет делать какое-то другое. Самое сложное, да, мы должны понимать, когда мы создаем звук, но это если мы идем к созданию контента искусственного. Но, к сожалению, на нативной платформе делать игры — это реально. Вот был вопрос по поводу игр, но вот в Unity, в Unreal, там профиль очень простой, там уже структура очень простая, действительно можно, там, за день-два сделать какие-то первые сцены, мы уже все сделаем, просто там, максимально быстро можно сделать какие-то плюшки, но не на нативе. Вот. И у меня возникся еще проскать — это все записывается. И оказалось, я нашел кучу девайсов. Девайсы были забавные. Вот, это реальные девайсы, которые тоже стоят очень много денег, и в которых, в принципе, записываются звуки. Если вы посмотрите на YouTube-ный угроз, вот этот вот девайс — есть там клип, один из первых клипов, в котором концент 360, посреди сцены висит вот эта вот штука. Я не обманываю, это реальные девайсы, которые стоят, я уже даже не нашел их продажа, вот, но именно вот этими девайсами делаются и записывают этот прикольный звук. То есть, помимо той камеры, которая вот, должна приобрести, еще надо купить вот такую вот плюшку. Поэтому делать такие, такой контент достаточно дорого, но я покажу более дешевые варианты, которые мы приобрели, когда делали свой стартап. С 2014-2016 года, когда презентовал Google Daydream, они ввели уже стандарты. То есть, вот главный стандарт, да, это как надо себя вести, да, с положением, вот, поведением, как это называется? Всех девайс куплиров. А? Всех девайс куплиров? Наверное. Ну, в общем, положение объектов в пространстве. Вот. То есть, он разложил эти оси наши, которые мы должны делать. То есть, он, в принципе, они выдали очень классную SDK. На сегодняшний момент для Nativa, ну, это самое адекватное. Вот. Оно, в принципе, есть на все девайсы. Документация настолько легкая и примитивная, что даже нет смысла носить код. То есть, ну, для Android там все очень просто. Там есть отдельная Activity, в которой уже прям вот вложены на все расчеты. Есть пару виджетов, которые отвечают за панораму фотографий. Виджет, который проигрывает видео. И плюс есть специальная там... Какая тут... Surface на OpenGA, который прям те вырисовывают вот этот девайс. И там на каждый глаз с помощью этой матрицы можно интерполировать эту картинку. Все настолько примитивно, что кодом нырнув в любой SDK, даже в Android, в этом тоже очень простой. Ну, не знаю каких-то нюансов, это можно очень быстро. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Кому интересно, там сзади будут ссылочек очень много. Вот. Но, к сожалению, самый большой минус этого всего, Android, Google, это SDK поддерживает шестого Android. И на тот момент, когда мы разрабатывали приложение, этого еще вообще в принципе не было. И когда оно только появилось, наша задача была там поддерживать девайсы где-то с 4 и 4, 5. Ну, то есть это был кошмар. И когда нам появилось, например, Google, ну давайте попробуем. То есть на 5-6 девайс его поддерживает. Это Pixel, по-моему, какие-то Samsung последние. И даже появились китайцы. Но наши друзья из восточной большой страны перепутали оси. И когда ты начинаешь работать уже с контентом, оно почему-то двигается в разные стороны. Начинается матрица неправильно интерполировать. И, в общем, когда это только появилось, мы сразу забарковались, сказали, что с этим мы не будем работать. Для первого приложения мы вообще делали свое SDK. До этого мучились, там вбили FFMPEG, потом нашли более классное решение, которое тоже, в принципе, юзает FFMPEG. Вот первое приложение, с которым я работал, называется Escape. Можете там глянуть, скачать, а то есть на Android и на iOS. Там было свое нативное SDK, которое могло выигрывать фотографии и проигрывать видео. Контент нам давал клиент, клавал классное качество. В принципе, было очень интересно его разрабатывать. И на тот момент, это был 2014 год, очень вдохновило нас. Потому что это что-то новое. Ну, все думают, кто пользовался. Кто пользовался этот раз с очками? Первое впечатление свое помните? Ну, это вау, это все. И на самом деле контент вроде сам себя продает. Но нам так казалось. Когда мы придумали следующий наш проект-продукт, наш продукт, была идея, назывался VR-гайд. В принципе, почему для GSOFT? Мы думали, что класс, это классная штука, которая позволит вернуть в заведение. Было все круто на бумажке, было классно, все это прорисовывалось. Клиент доволен, мы там проводили фокус-группу. Причем, приходя в заведение, там, пытаясь что-то продать, всегда менеджеры были очень скептичны, потом давали ссылку, там. Выглядело примерно это так. Сидит хмурый менеджер, такой что-то, смотрит, качает, потом такой... Ух ты! Такой убегает. Показывает соседу, все там, в общем, классно. Начинают они это снимать, показывать. Мы предлагали снять. Опять же, по поводу девайса, мы не стали долго заморачиваться. В тот момент была альтернатива на либо Samsung, либо вот китайский девайсик. Камера, которая стоила 100 долларов. В принципе, на тот момент, когда просто был разработчик, я не мог себе позволить это все, я решил, давайте попробуем. Для старта, на тот момент, оно же нам казалось, было достаточно. Можете, в принципе, скачать приложение, попробовать. А здесь на iOS, на Android, на выход не дошли. Вот. Все было круто, до тех пор, пока вы поняли, вот ответ на ваш вопрос, Украина, в принципе, не готова к VR. И последние продажи игр на PlayStation тоже доказывают, что VR-мерсы, они не такие популярные, как обычные. И мы пробовали дальше поменять концепт. Мы предлагали это все в разные страны для продажи жилья. Опять вылетело слово, я перешла немножко. И оно нигде ни за что. Ну, то есть, люди не готовы покупать, они не готовы смотреть, готовы клацать, но они не готовы владеть за это. На сегодняшний момент, в принципе, просто экспертизу у нас прокачено. Мы делаем интерпрайс-проекты с VR в том числе. Но их не так много. И, скорее всего, VR-мерсы просто как фичер дополнительно ноликили, которые нет. Вот. А вот полезные ресурсы. То есть, смотрите, здесь на что стоит обратить внимание. Это вот первое, это Google VR-девелопер-сайт. Там все SDK-шки, все превьюшки, очень классные сэмплы. Плюс четвертая ссылочка. Куча сэмплов для Gear, потому что там отдельная плюшка. Отдельный гид, который разработался, ну, довольно-таки простой, в принципе, разобраться очень легко. И немножечко от узкого хода. Вот здесь вот. Вот второй третий. Причем, здесь это позволяет создавать какие-то свои серфейские. Ну, на самом деле, эгорийный серфейс всегда, либо NovaGL, это немножко извращение. Для этого все-таки есть Unity, либо Unreal, там все намного проще. Ну, если у вас есть поизвращаться, у нас, ребята, когда мы начинали, мы возвращались. Но не столько вам этого делать, вот этого не стоит. Очень долго, дорого и неинтересно. И вот этот плеер, который мы заприметили на FMP, скажем так, это хорошая альтернатива для введения видео и фотоконтента. Вот. Ну, я быстренько рассказал. Поэтому давайте с вами пообщаемся. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. 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 taraфей. Тебе представьте, каким должен быть слабый гебазч, чтобы вот этот вот AR развернуть. Там уже Google One не придешь и это будет чебаран. А пока на дорого, то масса не пойдет. То есть все должно быть как с Google Carbots. Ну, стоит 5 bucks, все попробуют, классно потыцкуют, ну, и все. И вот, кстати, по поводу скачек, 13 миллионов за тачек вы не понимали, сколько на телефонах остается в приложении. Там используется это приложение крайне мало людей. То есть все попробовали, потыцкали, сказали, вау, круто, классно, оно там еще повесело, удалили. Практического применения крайне мало. Я не видел еще ни одного решения, которое спросится каждый день. Банальный какой-то инстаграм нафигачит каждый день, миллионы фотографий, тут все, миллиарды скачиваний, все работает. Монетизация, а я такой, ну я могу поверить простояние этого помещения. Окей, ты инженер, у тебя 5 лет образования, ты наследство программировали, тут приходит какой-то нам прораб Вася, который после ПТУ делает праздник, он не будет разбираться, он не будет за это платить. Он возьмет по старинке, померит и починит. Просто надо понимать, что мы делаем, для кого мы делаем. Если большой такой прораб в плане хелскера, возможно, да, если это будет помогать, он готовы платить, там космические деньги, много денег они будут расфонсировать. Но, опять же, кто из вас доктор, давайте, поднимите руку. Вот, один человек, окей, видите, статистика, один человек готов заплатиться, это все скольбие не будут платить, потому что, там, вряд ли кто-то захочет вырезать аппендицин, да, там, либо лечь вот этого человека, который будет, там, с дополненной реальностью, там, типа, сейчас я вырежу, подожди, включу программу, там, и начнет ее заделить. Вот. Вот. Да. На самом деле, я в это не верю, вы знаете, как со сутиным интеллектом, ну, мы же тоже не прокачали его, не хватает еще тех строчек кода, которые мы не написали, мы рано или поздно его допишем, точно так же с алгоритмами. Мы придем к тому, что, ребята, тут много ресурсов, ну, вот, HoloLens, допустим, да, классный продукт, мне оно, допустим, всего это больше всего нравится, они молодцы, очень круто сделали, при смогу над этим работать, вкладывают кучу денег. И сказать, что нам не хватает чего-то, оно не хватает человеческой заинтересованности, то есть пока не будет коммерции, но не будет этого бумага. Ну, мы уже сильно застараемся с технической стороны, например, мы говорим, что нам нужно на какой-то девайс громадный за собой раскатать, потому что все иншее у нас не может быть всякой позитивной. Чуще, аж в той же самой штучной интеллект. Як бы у нас, в обществе, ранее культурности было гораздо больше, то гораздо больше, чем все это развивалось. И это было не выводить, как с комплектом. Нет, по-моему, в этой работе, там, я уже там анонсировал, да, там, где какие-то новые процессоры. Смотрите, мы еще не дальше кого-то сделать. Ну, я это видел, и, скажем так, даже экспериментальные модели есть, тот же Глянка, который, вот, у меня тоже очень болотел от этого проекта, очень расстроился, когда его закрыли. Вы видели первый девайс, да, там, когда был планшет, который вообще громоздкий? Телефон, да, он по громоздке, но тоже не планшет. То есть, на самом деле, если бы они пустили его в коммерцию, то можно было, ну, прийти до вот таких вот размеров, однозначно. То есть, айфон их сдавали уже, куча датчиков сверху. И уже никто, что мешало им еще немножко поработать и сделать такие датчики. Вот. Не хватает мотивации людей на покупать, то есть денег. Да. Да. Я же думал ли вы, что не думал ли вы в сторону не монетизации, а в сторону со-смережки? Потому что арт, ну, в музей теж скорейше не будет, но на самом деле, не через кинг, не через интернем, не через, как в основном, а от само через со-смережки. Когда люди будут ходить, то они знают нас и лучших людей, и все будут конняты через Facebook, и можно будет просто увидеть инфу на полулюдах. Вот так, на мою думку, зайдет в будущем, а не через игры. Вы же помните, почему было популярное приложение на первом Google Ads, с познавницей которых Google завалил. И, в принципе, я думаю, все вы слышите про этот пункт JDRP, по-моему, защиты информации. Если вы будете видеть через AR человека, который будет показывать всю информацию, где защита личных данных. Но, к сожалению, это пока фильм, она не увидела. Новый, свежий. Посмотрите, там примерно вот это реализовано. Это фантастика. Ну, Facebook все испортил со своими последними ликами. Поэтому, к сожалению, я думаю, вряд ли. Но, тем не менее, Facebook было первое приложение, которое поддерживало VR в своем приложении. Дальше был YouTube. И, там, по последним сайтам я знаю, что, кому мы Instagram запустят в течение полмесяца или двух. Тоже в поддержку VR-приложений. Причем там для Stories, для видео. Ну, для меня это, в принципе, было странно, почему Facebook давно не приментировал Instagram. Ну, вот там вот зайдет VR, в принципе. И, в принципе, за полем камеру уже даже есть, ну, маленькие такие камеры для айфонов и адроидов через IPC либо Lightning, которые сразу снимают. И вот через это можно снимать Stories. Ну, вот. Как бы тут, посмотрим, может быть, здесь с этой стороны зайдет VR. Но вряд ли кто-то будет покупать шлемы, чтобы посмотреть, как Маша бьет с Дашей в каком-то кабакенном. Я могу даже снять и включить его, показать, как он работает. Есть, первый был аналог, это был, помните, Samsung Gear 360, такой кругленький. Проблема была в том, что очень большой радиус. И вот момент тескейки был очень катастрофический. И прямо до эпичного фейлов. Ну, например, смотрели этот девайс, рассматривали, но качество видео было крайне, ну, не очень удовлетворительно. Потому что переход вот в себя очень-очень жестко. Вот. Сейчас самый оптимальный вариант, так сказать, у Xiaomi классная камера. Она тоненькая, и снимает очень классно без этого всего, без перехода там. В принципе, здесь довольно-таки классный переход. Сейчас вам покажу. Китайцы, кстати, в этом плане очень молодцы. Оно снимает видео и фото. В принципе, позволяет сразу делать превьюку с камер на девайс. на экране есть. Вот в принципе это клевая идея, у нас была даже идея взять такие девайсы, делать прям стрим, вот заведение вешать, ну в принципе картовая идея, что мы можем показать атмосферу заведения, не просто фотки, которые там склеят, а допустим посмотреть, как там внутри видео люди тусуются, примерно шумно, не шумно. Вот, и если допустим сделать атмосферу, то, не знаю, видно, не видно. В принципе, в рантайме, мы, видим зал в адресском месте. То есть качество довольно клевое, видите, перехода в принципе нет. Снимает оно в хорошем ощущении, достаточно довольно отличное. Сферсоваться, и формат видео, который, конечно, мы теперь и прочее, и вот тоже, вверх, вниз, вверх. Ну, а где там канцелях, где, там, кипит вверх, там, макамаром, то, что, да, парель, перегрузатый, но там покрывается, да? Ну, здесь, по-моему, 160, 160, он прикрывает. Павел, а ты не можешь запустить на ноут эту штуку, просто чтобы все видно? Сейчас попробую. Если есть 5 минут, можете позадавать вопросам. Давайте, я пока поотвечаю, попробую сейчас это сделать. Если шею, ну, помочь. Да, с вами канцелях, у него есть банка, на воренских филосах она у нас бывает, но он тоже важно подобрить. У кого-то есть ТМС? У УСБИ ТМС? Я. Ну, можно? Как вы видите, вы видите, вы 160, видео, плохо. Ну, вот я могу вернуть по поводу социальных сетей, то есть это, наверное, самое показанное, ближайшее то, что нас ждет, и что, в принципе, может. А у ЦЕК, на ВОИ, что, в КСЕРОВАНИЯ, на КСЕРОВАНИЯ, на КСЕРОВАНИЯ, на КСЕРОВАНИЯ? В КСЕРОВАНИЯ 308 . 250 долларов остальные... . Пока Павел занят, мы выложили все материалы на сайте, введяшки презентации. Я напоминаю, что есть контакты на сайте. Если у вас будут потом вопросы, можете задавать спикерам на сайте. Продолжение следует. На самом деле, такое решение было еще в Волливуде, когда снимали там сцены каких-то кисломушек. И там прям вот эти используйте камер, которые снимают. Ничего нового, просто, наверное, отширение сделали какое-то, как с вот этой камерой. То есть интервентива одна. Звук тут тоже есть, но, по-моему, микрофон, два микрофона. Спереди назад. То есть, в принципе, как-то он пробует. Но... Причем даже вот если подключить, да все... Слышно это в камере. Здесь у всех звонят, как бы источник идет. Я просто, чтобы наше число, если ты, например, крутой забрать, значит, оно меняет точку звука. Ну, разбанка там мало. Ну, оно меняет. Показывает. Ну, попробуйте, смотрите. В приложении, которое я показывал в моем, там все видео с этой камерой. В принципе, это можно послушать, как оно работает. Ну, видите, мы думали, что это было очень круто, перспективно. Мы первые, никто так не хочет, не сможет сделать. Мы это сделали, правда, через год после того, как, в принципе, свернули проект, у нас начался в таком полно заброшенном видео. Я видел еще два подобных проекта на стартапах, которые приходили, рассказывали, как круто они это все сделали. Ну... Я их уже не расстраивал, я там... Ну, лайк. Вот. Я думаю, давайте сделаем первый. Если вопросов нет, я попробую за первый сделать, и потом покажу его перед следующим спикером. Понятно? Не делать. Я рад, что не пробежит. Я вообще просто камеры. Я потом просто включу и все. Спасибо.